Дозиметр с Fiora Double калибруется после сборки на источнике 5 микрозивертов в час. Ну, допустим, у вас есть какой-то источник, неизвестно сколько дающий, на нем тоже можно откалибровать дозиметр, если у вас есть любой другой дозиметр, которому вы доверяете. То есть для этого достаточно узнать, сколько дает этот источник в какой-то точке, фиксированной точке, поместить в эту же точку потом с Fiora Double и его показания скорректировать пропорционально тому, что даст калиброванный дозиметр в соотношении 5 микрозивертов на то показание, которое он даст. Сейчас я покажу поточнее, как это. То есть мы ставим заведомо калиброванный дозиметр в какую-то точку, закрываем обязательно свинцом или толстым куском железа, чтобы преградить бета-излучение и набираем статистику от нашего неизвестного источника, то есть сколько он дает мощность излучения его в точке дозиметра радекса. Для радекса это примерно надо подождать минуту с небольшим. Смотрим, какие показания дает радекс. Это где-то в районе полутора микрозивертов. То есть в этой точке при этом источнике и через такой слой свинца здесь у нас гамма-излучение мощностью полтора микрозиверта. Теперь помещаем в эту же точку собранный дозиметр, запускаем калибровку. 10 секунд нам закрыть дается на закрыть домик и поместить в это же примерно место источник. Через 8 минут снимем показания. Вот закончился набор статистики для калибровки. Показания 268 и 215. Если бы в месте нахождения счетчика радиационная доза была 5 микрозивертов в час, то счетчик насчитал бы в соотношении 5 делить на полтора раза больше. То есть там сейчас реально полтора. Мы промерили это на радексе. Требуется ввести данные цифры при 5 микрозивертах. Соответственно, если бы там было 5, то счетчики бы насчитали в 3,3 раза больше. То есть, соответственно, все эти данные, которые там получены, надо умножить на 3,3. Вот, допустим, 268. На 3,3 получается 893. И мы вводим эти показания сюда. И, соответственно, 215 умножаем на 3,3. Получаем 709. 710. Теперь сохраняем эти данные. Опаньки. И проверяем. Сейчас дозиметр должен... Надо суммарный режим включить. Дозиметр должен показать где-то полтора микрозиверта. Так же, как и радекс. Ну, вот, собственно говоря, результат. И вот давайте даже для интереса проверим. Значит, пока он был под свинцом, бета-показаний нет. А когда счетчик расположен относительно источника, где нет отсеивания бета, где она есть в наличии, вот пошли бета-показания. Это показания. Если мы опять закроем, закроем, то бета-показания опять должны спасть. Уменьшится практически до нуля. Сейчас наберется статистика и изменится. Пожалуйста, сразу резко упали бета-показания. На следующем, я думаю, на следующем замере уже вообще в ноль уйдут.